Фритц Морджин Западные рейтинги Чан 28, 2015-11-55 Американское спецагентство Стандарт Амперсант ПОУЗ Понизило кредитный рейтинг России Если бы мы жили в светлом мире эльфов, это означало бы, что экономика России дышит на ладан и скоро может крякнуться В реальном мире это означает продолжение экономической войны США с Россией Американцы рассчитывают, что после понижения рейтинга Запад перестанет выдавать России деньги, что вызовет у нас финансовые проблемы К счастью для нас, Вашингтон наращивал давление достаточно медленно, и мы неплохо успели к нему подготовиться Например, перекрытие доступа к западным кредитам нас не волнует, так как он и так уже перекрыт В 2014 году внешний долг России резко снизился, именно за счет того, что нам пришлось в спешном порядке отдавать кредит Западу Следует ожидать того же в 2015 году При этом так как у нас по-прежнему наблюдается хороший торговый профицит Серьезных проблем с поиском денег для перекредитования я не ожидаю Процитирую фрагмент анализа из чешского издания Организуйте атаку на их национальную валюту, которая потеряет часть своей стоимости, и тоже сделайте с ценами на нефть Представьте, как российские чиновники посмеиваются, идя в Центробанк, когда низкий курс рубля означает наполнение газбюджета вопреки низкой цене на нефть Следите с ужасом за тем, как ваши экспортеры разоряются, потому что уже не могут занять место на российском рынке Помните, что у России нет газдолга, который стоил бы обсуждений Что ей управляют с ничтожным бюджетным дефицитом Что у нее большие золотовалютные резервы Вспомните о своих банках, которые неодалживали российским компаниям сотни миллиардов долларов Тем компаниям, которым, введя санкции, вы отрезали доступ к своей банковской системе Надейтесь и молитесь, чтобы Россия не заморозила выплату долгов на западном берегу, когда введут новые санкции Потому что ваши банки это поднимет на воздух Если бы я мог управлять ценами на нефть, я бы сейчас передвинул нефть на уровень в 30 долларов за баррель Наши финансы такое падение выдержат, зато американский сланец от такой цены будет быстрый и надолго развален В принципе, сланцу нечего ловить и при ценах в 60 долларов за баррель Однако для надежности лучше бы было иметь некоторый запас Надо отметить, что Штаты пустили вход Стандарт Амперсант Поз Не от хорошей жизни У этой атаки будет несколько весьма неприятных для Вашингтона последствий Во-первых, сами американцы помогают сейчас России в усиленном темпе отвязаться от доллара Обратите, кстати, внимание, сразу исчезли вопросы на тему Почему Россия держит у себя в заночке облигации ФРС США Вот потому и держит, чтобы иметь сейчас возможность без особого напряжения закрывать долларовые долги Во-вторых, американцы резко дискредитируют свои рейтинговые агентства Создавая тем самым почву для роста авторитета альтернативных рейтинговых агентств Например, китайского рейтингового агентства Дагол Которое сейчас оценивает кредитоспособность России выше, чем кредитоспособность США Или для нового российского китайского рейтингового агентства Которое заработает уже летом 2015 года Проще говоря, американцы сами же доламывают долларовую финансовую экосистему, с которой они кормятся Это отчаянный шаг, и тут нельзя не вспомнить добрым словом режиссера Звигинцева, который своей почти оскороносной дизой вселил в Вашингтон уверенность в слабости России Наконец, в-третьих, наши компании скоро получат возможность выгодно выкупить свои долги Многие западные фонды вынуждены соблюдать рекомендации американских рейтинговых агентств Поэтому они будут сейчас продавать долги российских компаний с большой скидкой В общем, атака агентства «Амперсант» на России началась как раз вовремя, когда мы готовы ее встретить Сложнее будет с отлучением России от «Свифт», которым угрожают нам сейчас наши западные партнеры Конца света, разумеется, не настанет даже в этом случае Однако отключение от «Свифт» будет для нас по-настоящему болезненным Конечно, у нас и в этом случае будут очень сильные ходы, такие как перевод торговли нефтью на рубли и отключение Евросоюза от газа Также не надо забывать, что Россия обладает второй по силе армии в мире, а отключение от «Свифт» Наша власть с большой долей вероятности расценит как официальное объявление войны Вместе с тем, я бы предпочел, чтобы мы сохранили мирные отношения с Европой Европа является сейчас нашей целью, а не нашим врагом Рекомендую прочесть новую статью от «Кримс Нилта» по поводу отключения России от «Свифт» Тому он пишет об этом подробнее по отключению «Свифт» Если не кривить душой, то я был бы даже за Для экономики России отключение от «Свифта» будет означать два месяца неудобств и психоза Зато положительные эффекты будут длиться годами Важные детали Первое, никакой катастрофы не будет Российские переводы будут проходить по системе ЦБ, а внешнее можно будет проводить или через корсчета в Китае, а также любой другой дружественной стране, или архаичными методами ФАКС, Телекс Сегодня я хочу кратко пробежаться по некоторым западным рейтингам, чтобы показать их реальный уровень 1. Самый часто цитируемый либеральными СМИ рейтинг Индекс восприятия коррупции от «Transparency International» Согласно этому рейтингу Россия коррумпирована насквозь Коррупционер сидит на коррупционере и коррупционерам погоняет На самом деле, индекс восприятия коррупции составляется исключительно на основе высказываний американских неправительственных организаций Кроме того, технология сведения данных в единый индекс позволяет подгонять его результаты под любой нужный составителем результат Таким образом, методика составления индекса восприятия коррупции является шарлатанской и никак не учитывает реальное положение дел в стране 2. Хорошо известный вам рейтинг глобального богатства от банка Credit Suisse Согласно этому рейтингу в России наблюдается самое большое в мире неравенство, больше, чем в самых диких африканских странах В реальности отчет Credit Suisse жестко противоречит данным авторитетного индекса Gini, который рассчитывается ООН и ЦРУ Согласно индексу Gini Россия находится по имущественному неравенству примерно между Израилем и Австралией То есть, ни с какой стороны не является чемпионом по этому показателю Простой посчет показывает, что одна только стоимость жилой недвижимости в России в разы выше, чем цифра, которую швейцарцы указали в качестве общей стоимости всего личного имущества россиян Таким образом, в реальности получается, что наш богатейший процент населения владеет не 71% всех богатств России, как указано в отчете швейцарцев, а менее чем 7% Это вполне соответствует показателям таких стран, как, например, США 3. Индекс процветания от The Legatum Institute утверждает, что Норвегия, Финляндия и Австралия являются лучшими странами для проживания, а Россия находится на 60-последнем месте Согласно мнению составителей рейтинга в 2012 году Россия находилась по уровню процветания на 66 месте, ниже Монголии, Индонезии и даже Узбекистана В 2014 году составители рейтинга поставили Россию на 68 места Таким образом, Россия оказалась ниже разрушенной Евромайданом Украины, которая заняла в рейтинге 63 место Главные отрицательные баллы нам поставили за госуправление, личную свободу и безопасность Так, например, по параметру личная свобода мы находимся на 119 месте, а ОАЭ – на 66 месте Вместе с тем, в ОАЭ в качестве наказания за гомосексуальные отношения предусмотрена смертная казнь через отсечение головы 8. Также в ОАЭ запрещено смотреть на женщин или заговаривать с ними Самим женщинам предписывается строгая одежда, обязательно с закрытыми коленями, животом и спиной Еще в ОАЭ запрещено сквернословить Наказание за сквернословие – до 7 лет тюрмы Связаны ли такие странности с тем, что штаб-квартира составителей рейтинга находится в Дубае, крупнейшем городе ОАЭ? Вопрос риторический 3. Рейтинг глобальный возраст от организации HelpAge Утверждает, что в России пенсионерам живется хуже, чем в Монголии и Таджикистане Очевидно неверное размещение России в рейтинге объясняется тем, что составители рейтинга штрафуют страны с низкой безработицей и низким пенсионным возрастом Вообще, результаты рейтинга явно не соответствуют реальности Так, Китай, который пока что не успел еще в достаточной мере развить свою пенсионную систему, и в котором пенсии получают только 25% пожилых людей, находится в верхней части списка, выше многих европейских стран вроде Венгрии, Словакии, Греции и Хорватии Россия же, самая богатая и благополучная из всех стран БСССР, расположена в рейтинге в самом низу, ниже беднейших Киргизии и Таджикистана Подведу итог В течение долгого времени западные рейтинги были мощным и надежным оружием в руках США Однако рейтингам доверяют только до тех пор, пока у них есть авторитет Когда же рейтинги перестают заботиться о том, чтобы правдоподобно врать, их авторитет стремительно падает Не нужно быть пророком, чтобы предсказать дальнейшее развитие событий, сейчас как грибы после дождя начнут расти альтернативные, незавязанные на Вашингтон рейтинговые агентства В условиях же конкуренции западные рейтинговые агентства существовать не могут в принципе, там работают сейчас команды настолько низкого уровня, что их проще выкинуть всех вместе на мороз и набрать новых, с нуля Leave a comment, read comments 668